Так вот, почему это смотрелось так реалистично. Добро пожаловать на WatchMojo и сегодня у нас топ 10 настоящих актерских травм, которые показали в фильме. На съемочных площадках травмы происходят сплошь и рядом, и иногда они даже попадают в фильм. Кстати, у нас есть похожий топ про актерские ошибки. Зацените по всплывашке вверху и загляните к нам на телеграм-канал для ежедневной порции кеков. Ссылка в описании. Ну все, погнали! Номер 10. Том Круз. Миссия невыполнима. Последствия. Мы уже начинаем подумывать, что Тома Круза заменили на робота-каскадера. Он просто нелюдь. В шестой части франшизы «Миссия невыполнима» есть момент, когда Итан Хант прыгает между двумя зданиями. Хант врезается во второе здание, поднимается с явной гримасой боли и медленно уходит за пределы экрана. Это отличная реалистичная деталь, а все потому, что Том Круз на самом деле испытывал сильную боль. Круз сам выполнял трюк и сломал лодыжку при ударе о здание. Вместо того, чтобы прекратить съемку, Круз поднялся и закончил сцену. Семь недель и восемьдесят миллионов долларов спустя он вернулся на работу как новенький. В истории про отряд мочителей нациков все неизбежно становится опасным, даже для актерского состава. Дайан Крюгер играет немецкую кинозвезду Бриджит фон Хаммерсмарк. На самом деле она шпионка хороших парней, что не очень понравилось нацистскому полковнику Гансу Ланда. Когда охотник за евреями убеждается в своем подозрении, он бросается на фрау фон Хаммерсмарк и душит ее. Похоже, что Крюгер играет правдиво, ведь актриса действительно не могла дышать. Квентин Тарантино лично душил ее из-за важности сцены, связанной с ней опасности и своего очень конкретного видения. Именно его руки использовались при съемке крупным планом. Может, Дэрил Ханна и играет андроида, но она все еще в значительной степени человек, особенно на съемках. Ханна играет простую модель для удовольствий «Приз», и в одной сцене она в дождливом переулке встречает генетического дизайнера Себастьяна. Она удивлена и напугана, поэтому убегает, при этом подскальзываясь и разбивая окно машины. Это было не по сценарию. Ханна поскользнулась на мокром асфальте, и ее рука выбила настоящее стеклянное окно, но ей удавалось оставаться в образе до конца сцены. Это впечатляет еще больше, когда узнаешь, что она сломала локоть в восьми местах. Номер 7. Майкл Джей Фокс «Назад в будущее 3». Вот кто был слишком близок к тому, чтобы почувствовать себя осужденным преступником. Когда Марти Макфлай прибывает в 1885-й, его тут же почти вешает бешеный пес Таннен. В большинстве общих сцен был каскадер, но есть одна короткая съемка, на которой Фокс явно задыхается. Что и происходило на самом деле. Фокс предложил снимать эпизод без подставки под ноги для пущего реализма. К сожалению, он неправильно уложил петлю и фактически повесился. Команда считала, что он прекрасно играет, хотя на самом деле он просто умирал у всех на глазах. Фокс потерял сознание из-за петли, и лишь тогда режиссер Роберт Земекис понял, что тот не играет. Но это хорошо, что ты видишь, Марти. Номер 6. Шон Бин. Игры патриотов. В кульминации Игр патриотов, Харрисон Форд в роли Джека и Шон Бин в роли... эм... Шона? Сражаются на катере. Во время съемок Форд получил указание изобразить, будто бьет Бина по лицу якорем. То ли Форд ударил слишком сильно, то ли Бин был слишком близок, ведь якорь врезался ему в лицо и отбросил его назад. Бин отделался несколькими швами и заметным шрамом над левым глазом. По крайней мере, теперь у него есть классная байка, чтобы травить при случае. Кто еще может заявить, что Харрисон Форд ударил его лодочным якорем? Номер 5. Джеймс Франко. Ананасовый экспресс. Одна из самых популярных ролей Джеймса Франко – Сол Сильвер из комедии про укурков Ананасовый экспресс. В одной из забавнейших сцен Сол думает, что видит нечто, и они с Дейлом в ужасе убегают. Во время бега Дейл спотыкается и падает на камень, а Сол стремительно врезается в дерево. Франко проделал трюк самостоятельно и ударился в предохранительную подушку на стволе. По иронии судьбы, из нее торчала головка винта, и Франко насадился прямо на нее. Интересный факт. Серая повязка на голове Сола в фильме использовалась для маскировки швов Франко. Номер 4. Ченнинг Татум. Охотник на лис. Ченнинг Татум старался быть максимально аутентичным, играя олимпийского борца Марка Шульца. И в данном случае это значило разбить зеркало своим лицом. В фильме Шульц чувствует психологическое напряжение. После поражения в важном матче он ходит по своему гостиничному номеру, сердито бьет себя и плачет. Самый напряженный момент наступает, когда он стоит перед зеркалом, трижды бьет его головой и ранит лоб. Актер истекал кровью и был в нескольких сантиметрах от гвоздя в стене, но закончил сцену красиво. Забавно, что Татум утверждает, мол, не помнит, чтобы вообще снимался в этой сцене. Номер 3. Сильвестер Сталлоне. Рокки 4. Эта часть считается самой тупой во всей франшизе Рокки. Но в фильме есть потрясающий финальный бой между Рокки и Иваном Драга. Чтобы сражение выглядело более аутентично и жестоко, Сталлоне попросил Дольфа Лундгрена бить его по-настоящему. Он вынес три мощных удара подряд, прежде чем почувствовать жжение в груди. Сталлоне продолжал игнорировать дискомфорт до тех пор, пока его кровяное давление не поднялось до 260, и у него возникли проблемы с дыханием. Впоследствии его отвезли в реанимацию. Врачи сказали, что его сердце ударилось о грудину и начало раздуваться. Номер 2. Джеки Чан. Полицейская история. Джеки Чан известен своими травмами, но тут он исполнил один из самых безумных своих трюков. Джеки прыгает на металлический столб, скользит вниз по гирляндам и падает сквозь стеклянный потолок. Актер очень долго не решался выполнить этот трюк и был в восторге от его успешного завершения. Но как только адреналин спал, Чан осознал, что содрал кожу на ладонях. Подсветка опоры сильно нагрела металлический столб, и это привело к ожогам рук второй степени. Учитывая все обстоятельства, мы думаем, что ему очень повезло. Помнится, когда вышел трейлер «Миссия невыполнима последствия», говорили, что Том Круз сломал ногу во время прыжка с крыши. Это было в трейлере, и при просмотре внутри аж все переворачивалось. А это всего лишь номер 10. Ух, что нас ждет в номере 1. Итак, давайте заценим почетное упоминание, а затем перейдем, наконец, к нашему победителю. Массовка получает копыта. Последний самурай. Штурмовик бьется головой. Звездные войны эпизод 4 «Новая надежда». Джанни Руссо ломает два ребра и локоть. Крестный отец. Джордж Клуни ударился головой. Сириана. Бен Аффлек подвернул лодыжку. Под кайфом и в смятении. Вряд ли вы получите травмы, сделав красную кнопку серой и нажав колоколец. А вот новые видео каждый день точно получите. Номер 1. Виго Мортенсен. Властелин колец. Две башни. Во втором фильме трилогии неизменный Виго Мортенсен играет Арагорна. Его игра была такая же мощная, эмоциональная и открытая, как в «Братстве кольца». Одна из его самых эмоциональных сцен происходит в начале фильма. Разгневанный мыслью о смерти друзей-хоббитов, Арагорн яростно пинает шлем. Сделав 4 дубля, Виго сломал два пальца ноги на пятом дубле. Так что крик в фильме очень даже настоящий. Несмотря на это, Виго продолжил работать. А режиссер Питер Джексон сказал, что даже не знал, что у его звезды травма. Он просто думал, что Виго выложился на полную. Как вам подборка? Дайте знать в комментариях. Зацените другие ролики на канале и в телегу к нам загляните. Там интересно. И не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе. По 72OOLT Субтитры создавал DimaTorzok И проиграл DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И проиграл DimaTorzok